Космос Этот фильм смело можно называть самой ожидаемой кинолентой последних двух лет. Полвека назад мы выиграли гонку с первым человеком в космосе, а теперь выиграли и другую. Россия первой в мире сняла художественный фильм на орбите. Ребята, как в состоянии? Работаем. Олег, слышишь меня? Это космос, как он есть. Живую, с минимальным компьютерным внедрением в материал. Так что, я надеюсь, все зрители почувствуют эту энергию. Камера ничего не весит. Ее можно запустить двумя пальцами, и она будет лететь и снимать. Я так много раз снимал, все это будет на экране. Вы готовы лететь в космос? И мама, и папа, и две мои дочери, это люди, которые прошли этот путь. И я думаю, что нам в ракете с Климом, я уже видела и Соню, жену Клима, и детей Клима, и маму Клима. Я видела, вы знаете, им было гораздо тяжелее, чем нам, сидящим в ракете. Ну что, ты возвращаешься? Нет, мамуля, у меня тут еще одна командировочка нарисовалась. А куда? В Иркутск. Опять с космонавтами? Нет, с водолазами. Я уже в самолете просто сейчас взлетаю. Это достижение не только русского народа, а всего человечества. Это достижение, которое сдвинуло границы человеческих возможностей. И сегодня нам надо говорить об этом. Это открытие. А открытие всегда что-нибудь значит. Прежде всего, открытие дает нам свет и дорогу, куда идти дальше. В очередной раз именно мы, еще и девушка, еще и режиссер. Это значит, что и уверенность есть за нашу технику. Это значит, что нет никаких стопов перед нами. Мы готовы и способны абсолютно на все. Это космос, в прямом смысле переносном. И это гордость за нашу страну, за наших артистов, которые осмелились и полетели в космос, чтобы показать вам сегодня этот космос. Спустя два года после начала съемок легендарная картина «Вызов» появляется на экранах. Съемки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. А главные герои фильма и режиссер стали первым в истории киноэкипажем на орбите. Мы тут круглосутками снимаем. И сейчас свет уходит. Давайте быстрее. По сюжету картины астронавт потерял сознание и не может вернуться на Землю. На помощь отправляет врача-кардиолога, который предстоит провести операцию в космосе. Рядом со мной семь хирургов, которые вызвались полететь на станцию. Всю операционную бригаду туда не послать. Один из вас полетит на МКС. А девушка-то зачем? Ассистирует просто. А вы бы готовы были отправиться вот так в космос? Я и была готова, и участвовала в проекте, и стала финалисткой. Меня просто так не отпустят, во-первых. У меня семья и дети. Во-вторых, на все воля Божья. Это не я решаю. Про это трудно очень сказать вот так вот умозрительно. Мне кажется, что мы можем сколько угодно про это говорить в каком-то романтическом ключе, но реально оказавшись в этой ситуации, мне кажется, человек ведет себя совершенно парадоксально. И неизвестно, как бы я отреагировал на это. Ну вот на данный момент, да, конечно бы хотел. У меня одна рецензия, что фильм обязательно к просмотру, потому что, первое, очень классный сценарий. Ну, первая вообще история в истории кино, вообще в истории, в принципе, космоса, когда решили снять полфильма в космосе. Хотя это можно было все сделать декорацией. Ну вот, пошли по сложному пути для того, чтобы создать магию кино. Олег, вы меня слышите? Нижняя и средняя доля правого легкого имеют следы разрывов. Когда что-то такое делаешь, это какая-то такая большая галочка. Удовлетворение от проделанной работы, вот эта галочка, она как-то придала мне уверенности в себе, спокойствию и ощущение мира нашей планеты как единого целого. Вот эта съемочная группа сделала свой шаг, свой вызов. Теперь вы молодые, идите дальше. Как ты думаешь, почему человеку так надо в космосе? Потому что он существует. Мне страшно. Ты справишься. Ты отличный хирург. На его умности я бы тоже тебя выбрал. Время 3 часа 43 минуты. Приступаю к операции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова